Всем привет, ребята! В этом видео я покажу вам планирование на октябрь в моем ежедневнике, а также покажу вам блочное планирование на неделю по часам. Могу сказать, что уже сейчас я добилась больших успехов, чем предыдущие месяцы. Интересно? Тогда продолжайте смотреть! На самом первом развороте на октябрь вы видите мои планы на месяц. Они распределены на три категории. Это здоровье и спорт, курсы, проекты, учеба и остальные планы. В прошлом месяце я просто перечисляла все свои планы, которые хотела бы выполнить в этом периоде. Отсюда часто получалось, что многие планы не удавались, потому что я не понимала, сколько времени занимает каждый пункт. Помните, в прошлом видео я делала вывод, что мне нужно построить более жесткое расписание для достижения целей? Итоги сентября вы можете посмотреть в моем предыдущем видео. Что ж, в этом месяце мне поможет расчет времени, который вы видите справа. Смотрите, в неделе 7 дней, в каждом дне 24 часа. Итого 168 часов на всю вашу возможную деятельность, включая сон, работу, просмотры сериалов, какие-то проекты и прогулки с друзьями. Если вы хотите обеспечить себе правильный сон, то закладывайте 8 часов в день. Итого у вас получается 56 часов в неделю. Вот здесь у меня вертикальная ось. Справа я указываю, сколько времени я закладываю на ту или иную категорию. А слева, сколько у меня остается времени после вычета часов на каждую категорию. После того, как вы заложили сон 8 часов, у вас остается всего 112 часов. Теперь закладываем время на работу. У меня это 9 часов в день, то есть 45 часов в неделю, 5 дней в неделю. Если вы тратите время на то, чтобы добраться до офиса, то вы также должны закладывать в работу время, которое вы проводите в транспорте и по пути в офис. Итого у меня остается 67 часов, потому что я работаю удаленно. Далее я начинаю закладывать время на мои проекты и на мои планы, которые я указала в левой части нашего разворота. На бассейн я закладываю 3 часа в неделю. На йогу примерно 3,5 часа. Это по полчаса 7 раз в неделю. На чтение по полчаса каждый день. Это 3,5 часа. А также другие проекты YouTube, рисование, английский, курсы и так далее. Также, конечно же, я закладываю время на семью, на быт, это готовка и уборка, на утренние и вечерние рутины. А также оставляю себе небольшой буфер. Этот буфер означает, что у меня могут быть непредвиденные провалы времени. Я могу более подробно рассказать о том, как я планировала свое время в коротком новом видео. Если вам интересно, то поставьте плюсики под этим видео, чтобы я поняла, что вам нужно более подробно рассказать об этой теме. После перевода всех своих проектов часы у меня остается всего 13 часов в неделю свободного времени. А это 2 часа в день. А теперь представьте, если вы сидите в Инстаграме 1 час в день и смотрите 1 серию сериала в день, то этих 14 часов свободного времени у вас уже и не остается. Поэтому, если вы хотите достичь своей цели, то вы должны ставить приоритеты, исходя из расчета времени. Следующий разворот – это классический бюджет. Я показывала его в прошлых видео, оставлю вот здесь вот ссылочку. Если коротко, я закладываю определенные суммы на каждую категорию расходов и подсчитываю, сколько могу сэкономить или положить сверх платежа или на ипотеку. Накопление у меня указано отдельно, а также здесь я указываю свои доходы. В конце месяца я сверяю со своим планом, ставлю вот здесь факт того, сколько я потратила на каждую категорию и анализирую, какие из категории делают дырку в бюджете и как мне нужно скорректировать траты в этой категории. Справа вы видите разворот привычки. В прошлом видео я показывала, что классическое ведение привычек мне не помогает. В этом месяце я сделала всего три привычки, но изменила их так, что теперь уверена в успехе. Я четко прописываю, как буду выполнять каждую привычку. То есть не просто ранее отходы ко сну, а я расшифровываю для себя, что это означает. Я делаю себе не конкретное время, а окно отхода ко сну в один час. Далее каждую неделю я буду сдвигать время отходов ко сну в течение месяца на 10-15 минут. И буду ставить себе напоминание на телефоне за один час до отхода ко сну. На первой неделе у меня сон окно с 23.30 до 0.30. На следующей неделе я сдвигаю окно отхода ко сну же на 15 минут. Как вы понимаете, такое планирование дает вам возможность подстроиться под ваш новый график. Потому что мы понимаем, что очень сложно взять и полностью перестроить свою привычку. Кстати, если у вас проблемы со сном, если вы поздно ложитесь спать и не понимаете почему, то советую посмотреть вам мое видео о сне, потому что там я как раз четко рассказываю, почему это происходит. И там же я советую пользоваться вот таким вот сдвигом времени. То есть не полностью перекраивать свою привычку, а постепенно прийти к желаемому времени. Например, вторая привычка это ежедневная активность. Я прописываю, что включает в себя ежедневную активность. Я распределяю свою привычку на 4 недели. И здесь разным цветом я указываю виды активности. Таким образом, у меня должна быть в день хотя бы одна какая-то активность, какой-то один вид активности. И как вы видите, на этой неделе я пропустила всего лишь субботу. И то, потому что чувствовала себя не очень хорошо. Таким образом, я четко понимаю, когда мне нужно ставить выполненно по этой привычке, а когда нет. И третья привычка это снизить время, проведенное в инстаграм. Она у меня вышла, как вы поняли, уже из предыдущего разворота, когда я посчитала, сколько же времени жирает инстаграм в неделю. Но я также буду подходить к этому очень плавно. То есть на первой неделе я буду находиться в инстаграме не более часа. На второй уже 55 минут, на третьей 50. И в конце месяца дойду до 45 минут. Это время, которое я и хочу проводить. Это моя конечная цель. Теперь переходим к планированию на неделю. Я покажу вам два разворота. Это прошедшая неделя и будущая неделя. Разворот разделен на два раздела. Первое это планы на неделю. Здесь нет разделения на категории. Все планы собраны в один большой список. Как вы видите, большую часть я уже выполнила. Я ставлю планы, исходя из моего списка на месяц, который вы видели вот здесь вот, с поправкой на то, какими проектами на этой неделе я хотела бы заниматься. Ниже вы видите вот такую вот сводную таблицу, где я ставлю результат, сколько было сделано в каждой важной для меня категории. Вы можете измерять категории количеством раз, когда вы выполнили ту или иную активность в минутах, в страницах, в часах и так далее. Как вам удобно. Это позволяет вам понять, где вы отстаете от графика и что нужно сделать на следующей неделе. Второй раздел это подробное разделение моей недели на блоки. И здесь я переворачиваю ежедневник, чтобы вам было удобно. Вот так выглядит мое использованное расписание. И можно сказать, это был такой драфт, а здесь уже все более четко. Здесь я закладываю блок на работу, например, с 10 до 19 каждый день. И также я закладываю время на спорт, уборка дома, YouTube и так далее. То есть я, исходя из этого плана, понимаю, что если я какой-то день проведу полностью за сериалами, то у меня не хватит времени сделать все остальное запланированное. Либо какой-то из этих дней будет очень сильно перегружен, а это означает, что я опять поздно уйду спать, поздно проснусь, и у меня сдвинется все расписание. Здесь у меня, как вы видите, много пометок, у меня очень много переделок. И вот еще раз можете посмотреть на мой чистенький план на следующей неделе. Здесь уже все более актуально. Ребята, если это видео вам понравилось, то ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Ну а если вам интересны такие виды видео, то я советую посмотреть вам вот эти два видео. Я уверена, что они тоже будут для вас очень полезными. Всем счастливо и отличного продуктивного октября. Пока-пока!